итак добрый день гостям подписчикам его канала сегодня мы в разделе моя любимая машина него и сегодня я поговорю реальный обзор владельца после 10 лет эксплуатации потому что мы брали и в 2011 году сейчас 2021 год и самое главное что не нужно делать при эксплуатации него и любой другой машины я вам расскажу попозже обратите вот внимание реальный отзыв гните она начала пи после первого год еще не прошел первая зима появились первые рыжики моментально мы сразу минус сразу антикорти закатывать мантикор или после четырех лет эксплуатации сразу всю целиком за четыре года уже какие-то поражения появились так что там металл не очень хорош так что сразу как купили из хотите взять не вы сразу полностью песен текор вот эти вот швы видите появляется ржавчина у нее где в первую очередь давайте расскажу начинает появляться ржавчина вот посмотрите вот эти вот все швы вот здесь швы здесь вот швы на крыше тоже здесь появляется ржавчина и и вот здесь вот по обратите внимание тоже багажник больная тема все вот здесь ржавчина сразу идет далее салон посмотреть после десяти лет что хочу сказать ну салон в принципе ничего ничего я так более такой на большую сумму я ничего не менял здесь вот движок здесь что мы меняли меняли я не все помню по мелочи радиатор протекал полностью радиатор все патрубки меняли сцепление два раза поменяли аккумулятор так ничего что-то серьезного мы не ставили сигнализации мы starline а 91 поставили так здесь starline а 91 магнитола у нас пролоджи в принципе ничего то именно за 10 лет ничего дорогостоящее я не трогал коробку я не трогал редуктор мосты вот это все прямо слишком дорого из дорогого только вот степление самое главное еще мы поменяли вот эти реактивные тяги усиленной тяги вот их как раз менять не надо потому что из-за этих тяг вы что они все хвалили их на хвале оказывается что они растягивают рвут лонжерона но у меня трещина у меня трещина появилась в лонжеронах далее ну по салону тоже вроде ничего не меняли ну так масло термона эти меняли колодки соответственно то вот это масло все тассо антифриз меняли сливали промывали все это все стандартно как у всех ничего вот такого счета с это с гидроусилителем руля здесь меня ли была какая-то проблема сразу я оставил генератор но это как усовершенствование доработка генератор урбановский оставил на 110 ампер далее печку а то печка плохая здесь у него оригинальная ставили от восьмерки печку потому что зимой достаточно холодно так бортовой компьютер назад колоночки поставили евро ручки мы поставили не было евро ручек дальше давайте покажу дополнительные пороги багажник с хэловскими фарами два ближних два дальних света ведь поставили дальше чё но это ветровики спойлеры всякие по мелочи здесь дополнительный бампер тоже вот поставили установили сразу ставьте защиту защиту вот этого картера двигателя сразу моментально все ставьте потому что вентилятора один раз меняли защита картера потому что там пыльник сразу у меня при первой грязи глины я зачерпнул он сразу отвалился вот это вот хорошие заслонки вентиляции комплекте они идут так посмотрите и самое главное самое главное давайте обойдем и так и самое главное что и самая главная моя ошибка я вот последние три года запустил наверху все эти рыжики то понятно они все появляются рыжики я подмазывал никуда не денешься вот рыжики я все замазываю отдельное видео снимал рыжики ржавчина это все конечно есть пробег 95 тысяч километров это родной родной абсолютно пробег сигнализации хорошего старлайн а 91 тоже не сразу поставили никаких нареканий проблем не было все отлично работает далее смотреть самая главная ошибка при эксплуатации не в ее каждый год надо проверять вот эту ходовую все смотреть что потому что я запустил на три года ходовую не смотрел и мне сейчас и вот выкатили это реально сейчас я даже вам покажу по ходовой то есть у меня из-за я оставил дополнительно реактивные тяги вот эти усилительные они на самом деле плохие не надо их ставить потому что они растянули они рвут лонжероны потому что лонжероны надо подваривать теперь далее ароматизаторы нужно менять сцепление замена промвала замена задних штанг все это нужно полностью считаю менять я все не показал там короче все текет сопливит движок подтекает все эти мосты ладно они всегда сопливили короче как минимум от пятидесяти до шестидесяти тысяч а стоит ремонт запчастями ну и отдельно еще надо будет подварить лонжероны семьи где-то семьдесят тысяч надо считать на всю эту ходовую на дно вот это потратить ведь я запустил машина не новая ничего не менялось вы должны понимать что уже там по когда 100 тысяч пробег подходит что уже надо все это никогда серьезно ничего не делалось рано или поздно это надо будет делать надо будет это делать так что не запускать как я я вот не просто не было абсолютно времени дача работа все дела были я запустил ходовую больше по верху занимался всякие багажники устанавливал а ходовая была уже в ужасно все вот весь низ там все просто вообще мне подняли я просто обалдел три года я не смотрел каждый год делать это о техосмотр каждый год проверять это все потому что это ваши деньги потом папа вот реальный в три сервиса я приезжал три сервис не одну и ту же сумму говорили сейчас вообще говорят лучше горит продай просто эту машину потому что смысла уже нет вот так никогда не запускаете него ну а так что хочу сказать так машина все равно вот я даже здесь сейчас покажу видеть сам я уже зачищал все тут в рыжиках рыжики я замазывал отдельное видео показывал все вот видите рыжики я вот эти все убирал все замазывал затирал ну сразу делайте антикорс самое главное но видите вот как раз больших вложений не было у меня все было по мелочи потому что машину когда берешь новую вы знаете новая машина не ломается ничего вот десять лет прошло и все все начало все разом как начало ломаться ну вот такой обзор через десять лет эксплуатации самое главное не запускайте ходовую часть смотрите постоянно все проверяйте потому что это ваши деньги это ваша машина и так на сегодня все всем кого понравилось как всегда подписываемся ставим лайки также подписываемся на мой инстаграм и мою группу рыбалка кулинарей вконтакте ссылочка будет в описании всем пока